Я плачу налоги, где дороги? С таким лозунгом в Нинецкий округ приехали активисты проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог». Они призывают граждан участвовать в формировании дорожной политики в своих городах, высказывая мнение о качестве дорог. Специально для этого координаторы проекта ОНФ создали интернет-ресурс дороги.defis.onf.ru. Добавить на карту убитые дороги своего города может каждый. К примеру, на карту Наринмара жители нанесли уже 17 участков. Там же составляется народный рейтинг, на основе которого и будет определяться очередность ремонта улиц. Буквально в руках с этими картами убитых дорог активисты проекта ездят по регионам страны и призывают чиновников обратить внимание на мнение общественности. Вот эта колобашка – это брусок. Предельно допустимые размеры ямы. Размеры 60, 15 и на 5. Есть гос на яму. И вот если вот этот брусок проваливается в яму, вот такая яма не является нормативной. И с момента обнаружения этой ямы она должна быть заделана в течение 10-дневного срока. Рулетка и колобашка – вот и все инструменты, которые используются для народного контроля дорог, рассказывает активист проекта ОНФ Дмитрий Цопов. Существующие госты на ямы позволяют оценить соответствие дорог нормативом самыми нехитрыми способами. И первый дорожный дефект на пути инспекции – разрушение дорожного платна на проезжей части улицы Рабочая. «Достаточно, чтобы она провалилась хотя бы по одному параметру. Но здесь видно, что вот уже здесь превышение есть 5 сантиметров. То есть яма не является нормативной. Поэтому она достаточно еще и опасная, с острыми краями. То есть на большую скорость, если попасть, то можно повредить колесо». Здесь и яма, и внушительное проседание дорожного покрытия – 3,5 на 2 метра. Устранить дефект в 10-дневный срок явно не получится, отмечают представители профильного окружного ведомства. И дело не только в том, что дорога федеральная, но и в климатических условиях. Нужна как минимум неделя устойчивых положительных температур. Поэтому участку активисты ОНФ напишут обращение в Росавтодор. Следующий участок, к которому есть претензии – проезжая часть по улице 60 лет октября. «Больше 6 сантиметров, да. Это выше предельно допустимых параметров. Но видно, что кромка разрушена. И как нам говорят, что очень много улиц в городе, которые имеют такие разрушения. Тем более, что здесь ходит общественный транспорт. И, конечно же, такие нарушения недопустимы на дорогах. Вопрос к содержанию дороги. Почему такие дефекты образовываются и почему они не исправляются». Попали в поле зрения экспертов и участки, которые находятся в топе народного рейтинга на сайте дороги.дефис.онф.ру. Ямы и неровности дороги по улице Ленина в районе дома 53 уже давно вызывают негодование местных жителей. «Вот этот участок, он у нас тоже в лидерах рейтинга убитых дорог. Это как раз улица Ленина, выходит на Рыбников. У нас получается, что здесь просто нет асфальта. Вот в этом месте. И когда плохая погода, тут огромные лужи и движение только по одной обочине происходит. «Здесь вообще паспорта нет никакого у этого участка? Просто стихийная какая-то здесь?» «Да, она исторически просто сложилась. Документального подтверждения нет. Поэтому этот участок, как один из самых проблемных, закладываем сейчас именно проектные решения, чтобы на следующий год приступить к выполнению этих работ». Съезды к домам, освещение и, конечно, качественное покрытие проезжей части. Все это войдет в проект обустройства дороги в районе Старой Кармановки, отметил начальник окружного департамента строительства Алексей Еремеев. «С улицы Ленина перемещаемся в другой конец города. И здесь лидер народного рейтинга, или насмешка строителей, как называют его местные жители – отрезок муниципальной дороги, соединяющей улицы Пионерскую и Авиаторов». «Почему здесь 20 метров не хватило?» «Здесь не хватило, здесь потому что заказчиком выступал муниципалитет, и они, к сожалению, вот так запроектировали. Чем они руководствовались в этом проекте, да? Вот это не то, что не хватило дороги. Это был так проект, вот обрывалась там дорога». «На сегодняшний день этот участок автомобильной дороги от улицы Октябрьская до улицы Южная, она подлежит реконструкции, в муниципальных программах она есть, но нужно смотреть уже, как город будет с этим разбираться, когда он ее включит, когда будут выделять деньги непосредственно на проектирование вот этого всего участка. Здесь мы видим, не хватает также нормального освещения, не хватает тротуаров, все об этом в курсе, но из-за наполняемости бюджета тут как бы вопрос стоит еще ребром». Так или иначе, но исправлять дорожные ошибки все-таки придется, говорит координатор проекта, депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНЭП Александр Васильев. По результатам инспектирования в Нарьинмаре в адрес органов власти города и округа будет направлен перечень замечаний. «По опыту реагируют больше, чем не реагируют. И скорее вот такое поведение со стороны власти, когда они приходят на такие объезды, это для нас очень такая большая редкость. Но мы надеемся, что все-таки наше региональное отделение пройдет соответствующую работу с чиновниками и заставит их принимать те обращения граждан, которые есть. Поэтому есть ряд регионов, которые на карту смотрят, но как-то ничего не собираются делать, и у них какие-то свои планы построить дороги к своим дачам, особнякам. Это в корне неверно, потому что то, о чем просят жители, надо учитывать в первую очередь». Как отметили представители окружного департамента строительства, ввиду ограниченности бюджетных средств, не все участки, отмеченные жителями на карте убитых дорог, войдут в планы ремонта на этот год. Недостатки дорожного полотна планируется устранить в следующем, в 2018-м. Активисты ОНФ в Неницком округе сообщили, что в ближайшее время список дорог с предложением устранить дефекты на гарантийных дорогах будет направлен подрядчиком.